Как тебя зовут? Вадим. Фамилия твоя? Бондаренко. Вадим Бондаренко. Тоже звание? Полк? Начальник связи, командир взвода управления самоходно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты. Звание старший лейтенант. Видел ли ты какие-то действия по отношению к мирным жителям? Один раз мы были на позиции в городе, когда нам сказали занимать оборону по проспекту. Справа от нас стоял 501-й отдельный батальон, который на то время еще был на месте. Они стреляли в гражданских, которые проходили мимо их позиций. Расскажи, как это было? Люди шли вдоль проспекта с баклами для воды, с пакетами, чтобы найти продукты, потому что, я так понимаю, что у них заканчивались продукты. Когда они заходили в зону ответственности 501-го батальона, те делают предупредительный выстрел вверх. Если люди ищли дальше, не обращали внимания, тогда они по ним стреляли. И стреляли они из-за укрытия или как? Да, из-за укрытия. Что с этими людьми происходило, в которых они стреляли? Они оставались на проспекте. Погибали. Те, кто погибали, они оставались на проспекте. Для чего они это делали? Я пошел узнать, почему они стреляют по-гражданским. Мне ответили, что они стреляют в мужчин, потому что те могут или рассматривать их позиции, или могут быть переодетыми военнослужащими Российской Федерации. И что ты на это им ответил? Я спросил, зачем? Вы же не можете знать наверняка, почему. Мне никто ничего не ответил. И сколько таким образом они убили людей? Человек 8-9. На каком протяжении времени это происходило? С 8 утра где-то до 2 часов дня. И почему они потом прекратили это делать? Потом пришла смена, которая меня поменяла. Я не знаю, что было дальше. Продолжали они убивать людей или нет, я не могу сказать. Это как-то все выглядит настолько ужасно, если честно, что в голове не укладывается. Ты рассказал о 8 или 9 убитых. Еще доказали по двум убийствам сейчас соседнего батальона. Тоже двоих убили военнослужащие. Почему так? Объясни, просто объясни все. Наверное, потому что высшему начальству все равно. А младшие офицеры ничего сделать не смогут. Ну, высшему начальству все равно. Младшие офицеры ничего сделать не могут. Президенту вообще ощущение, что все равно он как в 95-ом квартале служил, так и служит. Такое ощущение. Какой-то Арестович рассказывает. Вася, что со страной произошло? Я уже ничего не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok